Азербайджан является более надежным партнером для Индии, чем нищая Армения с оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке. Индия, восходящая держава на мировой арене, стремится играть более важную роль на Южном Кавказе, в регионе, где ее присутствие является скромным. Масштабы тесных связей Нью-Дели с Арменией нельзя ни недооценивать, ни чрезмерно переоценивать. Их также не следует рассматривать как отделенные от более широкого регионального ландшафта конкурирующих интересов, включающего различных акторов, включая Турцию, Россию, Китай и другие. Логика Нью-Дели не ограничивается продолжительной рефлекторной реакцией на прочное партнерство Азербайджана с Пакистаном и твердую поддержку Исламабада в кашмирском вопросе. Политические выборы Индии, заключающиеся в том, чтобы рассматривать Ереван в качестве регионального партнера за счет пренебрежительного отношения к Баку, также продиктован тем, что она предпочитает. Использовать международный транспортный коридор север-юг, Инсткс с Арменией в качестве связующего звена. Пендаминиум и проверка экономической реальности Индии и Ереван любят считать себя естественными союзниками и заявляют о своей решимости использовать огромный неиспользованный потенциал этих двусторонних связей. Это, конечно, немного желаемого за действительное. Если посмотреть на ситуацию с точки зрения определимых и твердых экономических преимуществ, а не мнимых геополитических интересов, то очевидно, что на самом деле Азербайджан более привлекателен для. Нью-Дели. За первые шесть месяцев 2022 года Индия зарекомендовала себя как четвертый по величине экспортный партнер Азербайджана с увеличением объемов на 107% по сравнению с предыдущим годом. Достигнув 896 миллионов долларов. За тот же период товарооборот между двумя странами составил 1,188 тысячных миллиарда долларов, увеличившись на 169,1% в годовом исчислении. Торговый оборот Индии с Арменией значительно меньше, составив в 2021 году бесконечно малую сумму в 181 миллион долларов. Конечно цифры это еще не все, и на двусторонние отношения следует смотреть с точки зрения долгосрочных интересов. Тем не менее остается верным то, что в настоящем и обозримом будущем маловероятно, что Армения каким-либо образом повысит свою ценность в качестве торгового партнера, перевесив Азербайджан в глазах. Индии. Таким образом, в ключевых отношениях блестящее будущее индийско-армянских отношений является слишком старым предположением, чтобы его можно было обосновать в качестве серьезного проекта, поскольку, его экономический субстрат слишком тонок. Естественно, есть и другие соображения, которые способствовали сегодняшнему столпотворению. Воспринимаемые геополитические риски поддержка неудели Еревана в основном обусловлены, предполагаемыми преимуществами, которые такая поддержка может принести для продвижения его более широкой внешней политики. На Южном Кавказе Азербайджан занимает центральное положение и может соединить Анкарю с Исламабадом наземным путем. Для Индии это ось с сильным военным компонентом, целью которой является начертить транспортную карту вдоль маршрута восток-запад таким образом, чтобы собственный предпочтительный для нее деле маршрут. Юг-север уменьшился в значимости и эффективности. Индия, похоже, видит много потенциальных рисков в предположении, что Анкара может использовать свое присутствие в Азербайджане в качестве трамплина в Среднюю Азию. Против Зангизурского коридора активно выступает правительство Нарендра Моди, которое видит в нем препятствия на пути к северу. Беспокоит то, что если Армения потеряет сухопутную связь с Ираном, амбициозный план Индии по достижению Европы через Инстка кажется под угрозой. Это ошибочное мнение по двум причинам. Во-первых, Зангизурский коридор не ставит под угрозу сухопутной Ирана армянский маршрут как таковой. Во-вторых, маршрут юг-север по его первоначальному замыслу должен был проходить через Азербайджан, что впоследствии Индия пересмотрела не на основании экономической целесообразности, а в силу. Субъективной геополитической необходимости предпочесть Армению Азербайджану. Именно в этом контексте можно было бы содержательно объяснить расширение военных связей Индии с Арменией и ее попытки противодействовать Азербайджану на различных платформах. За последние несколько лет Индия укрепила свои военные связи с Арменией. Недавняя сделка на сумму 245 миллионов долларов означает, что многоствольная ракетная система Пинака, которая в световых годах от того, чтобы стать последним словом в области технологических. Инновацией, тем не менее является дорогостоящим продуктом индийской военной промышленности, будет экспортировано в Армению. Индия не является крупным экспортером оружия, но стремится увеличить свою долю на мировом рынке, извлекая выгоду из политических реформ и активной государственной поддержки для получения зарубежных заказов. Армения не купается в деньгах и способна покупать в огромных количествах. Но это сторона, которая готова импортировать из надежных источников, которые будут поставлять. Говоря о проекте оборонного бюджета Армении на 2023 год, который должен составить 1,2 миллиарда долларов, премьер-министр Никол Пашинян скорбно увещевал, что перебои в поставках оружия со стороны союзников связаны с усилиями Азербайджана. У нас есть случаи, когда были произведены платежи на сотни миллионов долларов, но страны-партнеры не выполняют своих обязательств, заявил премьер-министр Армении, косвенно намекая на Россию. Кроме того, Индия предприняла попытки по противодействию Азербайджану в сфере дипломатии. Именно по настоянию Индии Баку не был приглашен на последний саммит БРИКС, а остальные члены, Россия, Китай, Бразилия и ЮАР, не возражали. Нью-Дели заблокировал мероприятие движения неприсоединения, призванное выразить солидарность с Азербайджаном в связи с выпиющим нападением на посольство Азербайджана в Лондоне со стороны радикальной религиозной группы под названием «Союз слуг Махди» 4 августа. После недавней эскалации 12-14 сентября на Азербайджана армянской государственной границе Индия предпочла поддержать Армению, косвенно обвинив Баку в агрессии. Агрессивный тон Индии в отношении Баку и ее демонстративное заигрывание с Ереваном являются неотъемлемой частью сегодняшней податливой и нестабильной ситуации. Но ничто не установлено на камне. Индия является серьезным международным игроком, которому еще предстоит серьезно претендовать на роль на Южном Кавказе. Его нынешняя модель поведения имитирует тактику подготовительной настольной игры. Если не уделе удовлетвориться ролью противовеса Азербайджана турецкому альянсу в регионе, поддерживая более слабый вариант, которым является Армения, его роль будет ограничена, что никак не будет удовлетворять его внешнеполитические амбиции. Если такой выбор, учитывая его союз с Тегераном и Ереваном, будет сделан, то лучше, чтобы он был временным или, что еще лучше, был бы отменен после почтительного периода бездействия, чтобы успокоить Азербайджан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok